Друзья, мы ведем репортаж из Варшавы. У нас третий день шестой сессии съезда народных депутатов. И у нас в гостях расскажет о том, как мы вчера перевалили через экватор и двигаемся успешно дальше. Ольга Курносова, член исполнительного совета съезда народных депутатов, глава секретариата съезда. Оля, прошу вас. На самом деле сейчас, вот только что, буквально пять минут назад, может быть даже три, принято очень важное постановление. Постановление о привлечении к ответственности Путина. Там достаточно много новаций. Там создается позиция специального прокурора по обвинению Путина в преступлениях и против российских граждан, и в военных преступлениях. Там создается некий механизм создания международного трибунала. Там одобряется римский статут и становится возможным выдача. Отменяются позиции относительно практически полного иммунитета как бывших президентов, так и нынешнего. Поэтому, ну, я бы сказала, не знаю, конечно, там, наверное, еще не сильно дрожат в Кремле после этого постановления, но я думаю, что им достаточно неприятно. Ну, не все же объявлять иностранными агентами арестовывать нас. Мне кажется, пора двигаться уже и к аресту Путина. И вот сегодняшнее постановление – это первый шаг к этому. Нужно понимать, что Путин совершает преступления не только против украинского, грузинского и многих других народов, но и против российского. Россияне должны это знать. Они должны понимать, что преступники обязательно будут сидеть в тюрьме. И хотелось бы, знаете, не в теплой Гаге, а где-нибудь так в Харпе, чтобы уже жизнь медом не казалась больше никогда. Ну, а если уж какой-то революционный солдат что-нибудь сделает, тоже бывает. Это же, знаете, такие события. Но все-таки съезд народных депутатов – это законотворческий орган. Поэтому мы создаем механизм преследования Путина. И это очень важно. То есть вы считаете, что Путина скорее ждет судьба не Милошевича, а Саддама Хусейна? Ну, может быть, и не Саддама Хусейна. Мне сказалось, что, в принципе, есть такие достаточно холодные, негостеприимные места в Российской Федерации, типа колонии «Полярный волк», где сидят пожизненно осужденные и ходят на карачках практически. Ну, вот там вполне Путину и место. Ну, что ж, посмотрим, как это произойдет. И хотелось бы, чтобы это имело место не только по отношению к тем президентам или главам государства, которые уже совершили преступления, но и к тем, кто в будущем может возглавлять государство, чтобы они знали, что рано или поздно за все их действия все равно будет расплата. Именно поэтому и нужно создание такого правового механизма, чтобы никто не думал, что вот он сегодня президент, он сейчас несет поправки в Конституцию и даст себе полный иммунитет, он примет закон, который и бывших президентов запрещает преследовать. Нет, все, как в известном советском фильме, вор должен сидеть в тюрьме. Все преступники должны быть наказаны. И это наказание должно соответствовать тяжести преступления. А мы с вами знаем, насколько тяжкие преступления совершает Путин. Кстати, в этом же постановлении упомянуты конкретные преступления, в том числе совершенные и против украинского народа, но и против народа российского. Ну и это не единственное, это было принято сегодня, а вчера, позавчера какие-то знаковые документы принимались? Да, вчера мы рассматривали и сегодня мы продолжили рассмотрение закона о выборах. Это будет первый закон о выборах после того, как режим Путина падет. И мы рассматривали концепцию уже избирательного законодательства новой Российской Республики. Потому что, ну, собственно, понятно, что сегодня никаких выборов нет. Кстати, вот мы сейчас будем рассматривать тоже постановление об отношении съезда к тем сентябрьским электоральным мероприятиям, которые будут в Российской Федерации происходить. Никаких выборов в России сегодня нет, но завтра-то они будут. Поэтому очень важно, чтобы уже сегодня люди понимали, по каким выборам, по какому закону они будут избирать своих депутатов потом, когда вот этот тоталитарный режим падет. Поэтому тоже такая очень важная история. Спасибо большое. Завтра нас ждет еще один день работы. Это будет заключительный день работы съезда народных депутатов, вернее, шестой сессии съезда народных депутатов. И мы уверены, что результаты этой сессии войдут в историю, в историю новой России, новой Российской Республики. Спасибо. Спасибо.